Доброго времени суток YouTube, уважаемые наши видеослушатели, уважаемые контрагенты! В 4 декаде 2020 года пошли первые слухи о изменении проведения психологических обследований в Российской Федерации в преддверии уже состоявшегося на 2020 год, 21 год, приказа 749-Н по медосмотрам и психологическим обследованиям. Со мной связался организатор от медицины, не буду говорить откуда, издалека, буквально там с Дальнего Востока, можно сказать. Там, в общем-то, он возглавляет крупное промышленное предприятие, и он, предчувствуя изменения, задался вопросом, как он все это будет делать. То есть человек предвидел какие-то тоже ситуации, и, соответственно, где-то, опять же, в конце 2020 года я сделал для него некое такое типовое ТКП в помощь, как говорится, для того, чтобы человек мог себе представить, как руководитель, какие затраты для него потребуются, денежные, финансовые, материальные, для того, чтобы создать у себя на предприятии психологическую лабораторию. То есть пошли первые какие-то знаки о создании этих лабораторий. И я ему такую бумагу сделал. Назвал я ее типовое ТКП по методическому и программному обеспечению оснащения психологической службы. Вы знаете, уважаемые коллеги, что я в этой области уже 21 год работаю, занимаюсь, и знаю всю подковерную, вообще все-все-все, что касается деятельности лабораторий по всей Российской Федерации. Со многими людьми общаюсь, все документы вижу и отслеживаю все законодательство и так далее. Сейчас у нас на дворе, значит, март 2021 года, и вышел 749-й Н-приказ. И сейчас люди хватаются за голову, не знают, что делать, как быть, как создавать такие психологические службы у себя на предприятии. И я думаю, что это видео будет полезно всем, всем руководителям, кому предстоит такие лаборатории у себя на предприятии создать. Вот я открыл это старое, относительно старое, типовое ТКП по оснащению такой лабораторией. Как я это вижу, с учетом своего 20-летнего опыта работы в этой сфере, что бы я сделал, что бы я приобрел, и как бы я это все сделал, создавая такую лабораторию. Давайте на этом документе остановимся поподробнее. Соответственно, исходили мы с этим товарищем, мы обсуждали это с его коллегами, то есть непосредственно с предстоящими, предстояло людям, руководителям будущей этой лаборатории, психологи, психофизиологи, и мы обсуждали буквально очень долгое время, там несколько дней, дня 4 или 5, мы созванивались, списывались, общались в WhatsApp, по видео, по Viber, и непосредственно с этим руководителем предприятия, и с его подчиненными психологами, психофизиологами, обсуждали, что и как им нужно для его предприятия. Я не задирая цены, по минималке, абсолютно по минималке, рассчитал необходимый объем закупочной деятельности, организации такой лаборатории или же кабинета. Ну, в данном случае мы исходили из объемов около 1000 человек обследуемого персонала, которые будут проходить у него на предприятии периодический мониторинг, имеется ввиду ежегодный контроль, предсменный контроль персонала, и, соответственно, исходили из расчета, что на предприятии будет работать минимальное, минимальнейшее количество, 4 штатные единицы. Вообще такая лаборатория по 532 приказу должна состоять из 15 человек, с учетом контингента обследуемых лиц, не только обследуемых, но и вообще всех дел, требуемых в лаборатории психологического обеспечения, 1000 человек. Вот это 4 человека, с учетом их отпусков, там, я не знаю, периодов обучения, повышения квалификации, работы по этим 1000 человек, это минимально, то есть люди будут упираться как ломовые лошади, но это минимальное 4 штатные единицы, должно быть 15 на такое количество человек. И что же у нас получилось? Соответственно, оснащение лабораторий как минимум 12 ПК с периферией, ну, понятно, не будем это учитывать, там, мышки, клавиатуры, принтеры, локальная сеть между этими компьютерами, один компьютер должен быть не в локальной сети, 11 компьютеров в локальной сети, понятно, чем принтеров больше, тем лучше, кто-то какой-то сломается, еще что-то, то есть надо печатать и печатать и печатать, без этого никак. Офисное оборудование, понятно, это столы и стулья, это уже отдельная тема, это уже местечковые какие-то особенности. Соответственно, кабинет психологической диагностики не менее 30 квадратных метров, таких кабинетов должно быть 2 как минимум, один кабинет общей площадью не менее 15 квадратных метров для индивидуальных обследований. Далее, мы перешли к обсуждению тех методик, и я предложил минимальнейший комплект тех необходимых методик, тех инструментов, каждая методика это как буква алфавита, если какой-то буквы нет в алфавите, то есть, соответственно, алфавитом его в полном смысле слова назвать нельзя. Как мы можем говорить, писать, если мы не знаем А, Б, В, Г, Д, Е и так далее, заканчивая буквой Я. Поэтому вот определили то количество необходимых программных средств для работы с учетом 1000 человек, обследуемых персонала и 4 человек штатных единиц, определили необходимое количество программного обеспечения по минимуму. В конечном итоге вы можете запаузить, я специально не тороплюсь, я медленно проматываю этот документ. Тут и программы ММПИ Миннесотский многоаспектный личностный опросник в двух версиях, диагностика в контакте с компьютером и диагностика бланковая, когда люди очень много бланки выручают. Соответственно, КТЛ, УСК, НПУ, ОНП. И здесь обратите внимание количество. Тут учтены скидки различные, тут много-много, долго, 5 дней сидели, обсуждали. Это вообще по минималке, на самом деле. Вот эта сумма, они вырастают в десятки раз, если... То есть это минимальное количество для работы, полноценной работы такой лаборатории. Не быстро я мотаю этот документ, вы можете посмотреть. Тут и РВН, и краткий отборочный тест, и ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция, и сложная зрительно-моторная реакция, и реакция на движущийся объект, и таблицы Шульта, и так далее. Собственно, оболочка, интерпретаты различного рода. Далее идут бланковые количественные методики, без которых никак нельзя работать. Цены тут смешные, копеечные для предприятия, обратите внимание, 600 рублей, 2000, 1400, 900 рублей, и так далее. Бланковые методики, они копеечные, конечно. Самое дорогое это программное средство, к сожалению, это так. Далее, значит, качественные бланковые методики идут, они тоже копеечные. У что для предприятия 1500 по нынешним временам? Я не знаю, такси стоит в Москве 1500, и ты далеко не уедешь. Таблицы, опять же, Шульте, бланковые методики, которые можно проводить только на бланке. Это красно-черная таблица Горбова, Проба Бурдона, Ландольта, ОПР, диагностика мышления. Без этого нельзя работать, это основа основ. Это именно подлинный алфавит, вот эти методики. Ну и стоимость у них копеечная. 1500, 3600 рублей, 900 рублей, и так далее. Это все смешные копейки по нынешним временам. Тем не менее, обратите внимание, итоговая сумма по минималке, и еще раз повторюсь, с кучей-кучей скидок для 4 специалистов, для 1000 контингента обследуемых лиц, получилось следующее. То есть мы насчитали с этим директором предприятия 3 миллиона 300 тысяч, грубо говоря, для того, чтобы оснастить такую лабораторию. И это минимальная стоимость. По моим нормальным прикидкам, это составляет порядка 15-20 миллионов, чтобы создать такую лабораторию, отремонтировать, выделить помещения, отремонтировать эти помещения, проучить своих специалистов, как минимум, минимум 4 человек, и так далее. Вот по минималке получается примерно самая-самая минималка с кучей скидок, смешной стоимостью за программное обеспечение, с учетом всех скидок, 3 миллиона 300 тысяч. Вот это минимальное. А по-хорошему это как минимум 15 миллионов рублей по нынешним временам. Тоже относительно небольшая сумма, смешная, но тем не менее понятно, что это затраты, определенные затраты. Таким образом выглядит типовое ТКП, созданное то ли в конце октября, то ли в ноябре 2020 года для руководителя предприятия и его коллег-психологов, психофизиологов. Сейчас эта сумма значительно выше, и это минимальный расчет, с учетом того, что мы кучу-кучу скидок по всем методикам определяли, сколько будет человек работать на компьютерах, сколько будет индивидуальное обследование проводить, как это будет происходить. То есть время затраты, трудозатраты, все это мы очень пристально и внимательно обсуждали, часами сидели на протяжении 4 или 5 дней. Вот собственно такая интересная информация для создания таких лабораторий. Сейчас 2021 год, предстоит многим-многим, десяткам, если не сотням предприятиям создать такие лаборатории у себя на предприятии в соответствии с требованиями 749 приказа Минздрава Российской Федерации. Так что дорогие руководители, готовьтесь, готовьтесь. Ростехнадзор требует, иначе вам не дадут лицензии на предприятие, и вы вообще закроетесь. Ростехнадзор шутить не будет. А если не будете получать такие лицензии, соответственно, ну предприятие просто существовать не сможет. Лицензии будут индивидуальны для каждого работника, занятого с какими-то опасными видами работ, ну и общая лицензия, понятно, на предприятие. Чтобы ее получить, надо наряду с медицинскими осмотрами получать и психологические обследования, как минимум по 4 и более методикам. Таким образом все это выглядит на март 2021 года. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.